да ценники конечно были поистине бюджетные не то что сейчас сейчас бюджетные автомобили нынче другие всем привет с вами я максим гончаров а вы на канале гончаров drive и сегодня у нас второй выпуск нашей новой рубрики интересные бюджетные автомобили в этот раз мы решили рассказать про интересный автомобиль под названием hyundai elantra третьего поколения рестайлинг 2004 года не по барабану главное чтоб не приметная была и стекла тонированные а и и и и и и и и и хендай ланта начала свое производство в далеком 1990 году но там было еще первую поколение первое поколение выпускалась с 91 по 95 год в 95 году hyundai elantra участвовала в классическом ралли что не может не радовать ведь ралли спринтовыми соревнованиями я тоже увлекаюсь и участвую в виде штурмана но сегодня мы поговорим про третье поколение которое действительно и интересное и доступное а самое главное это соотношение цены и качества ведь hyundai elantra сейчас на вторичном рынке можно приобрести за каких-то 6 за каких-то 600 тысяч рублей и это опять же не может не радовать ведь в нынешнее время у нас ценники совершенно изменились как вы видели в начале хочу подметить что это будет идеальный вариант до данный автомобиль покупался в 2000 двадцать первом году за каких-то 220 тысяч рублей сейчас в нынешнее время за 220 тысяч вы ничего не приобретете и это очень печально хочу напомнить что данная рубрика бюджетных и интересных автомобилей про именно бюджетные и интересные автомобили как такой который сегодня у нас на съемках сегодня у нас будет не обычный выпуск а также с элементами интервью как предыдущий и сейчас я позову владельца данного автомобиля ивана чтобы он рассказал про автомобиль про свои ощущения и владение им ведь владеет он им уже практически два года привет дорогой мой друг всем привет дорогие друзья давай начнем с того почему именно такой автомобиль ну во первых у меня была поставлена задача до этого у меня был 2107 я захотел иномарочку бизнес-класс да но не назовешь от бизнес-классом но очень приятную какую-нибудь иномарочку потому что 2107 ну конечно же хорошо всем пацанам привет кто задает боком я тоже это очень сильно люблю и уважаю боевая клачка так сказать согласен полностью но хотелось бы какого-то комфорта и не такой ломучести и будет принято решение что-то взять бюджетная из иномарок hyundai land был представлен в 2000 году и наш же автомобиль уже 2003 года в кузве рестайлинг что отличается кардинально от первого поколения третьей версии элантры ведь изначально он изменился только внешне но рестайлинговая версия придала более агрессивный вид данному автомобилю также данный автомобиль и комплектовался такими двигателями как 16 18 и 2 литра а также была дизельная версия 2 литра что тоже не можете радовать она более экономичная подобный автомобиль ты с легкостью сможешь купить с помощью приложениях арабы это приложение для поиска автомобилей как для себя также и для перекупов в этом приложении генерируются сразу объявления с разных досок таких как авито автору дроме юлей и других крупных дилеров с помощью удобных функций вы сможете автомобили подобрать именно для себя именно под свои параметры с помощью специальной функции которая позволяет выбрать автомобили ниже рынка вы сможете на этом заработать а именно купить автомобиль для перепродажи скачиваю приложение храба по qr-коду который высветится на экране либо по ссылке в описании которые даст тебе два дня премиум аккаунта за 1 рубль оцениваю покупая автомобили вместе с храбы все ссылки будут в описании это автомобиль потребляет 92 бензин очень малых количествах всего лишь 8 целых пять десятых литра на трассе и 10 литров из-за катализатора в городе багажник позволяющий перевести мешок картошки он достаточно вместительный удобный автомобиль на дальние расстояния то есть мы на нем проехали очень достаточно много я ездил на нем до москвы и опять же по комфорту он не сравнится с тем же автомобилем как логан который мы снимали ранее сколько ты владеешь чем ты сталкивался владеет два года сейчас пробег уже составляет 260 тысяч километров покупал ее было 210 то есть за два года я накатал 50 тысяч километров и за эти два года что-то критического ничего не произошло друзья скажу так что когда я покупал покупал когда я покупал эту машину были некие проблемы с подвеской передней заднюю часть вещи не трогал ни разу не сломалась поменял полностью рычаги ступичные подшипники хочу сказать вам так что если вы покупаете и что-то делаете в подвеске делайте сразу целиком это все было понятно я прошел через свои ошибки я с владельцем автомобиля в принципе полностью согласен что автомобиль за свои деньги более чем комфортный хороший и его стоит брать извините немножко перебьют искала насчет денег да если сейчас продавать эту машину что-то подобное ты не возьмешь и после этой машины лично я не хочу сесть на какой-то он на солярис налогом на полу потому что они более простые у них нет души у них во первых нет души да как и у следующего поколения у этой машины они похожи просто на новые соляриса облизанные так скажем до салона плюсом не будет такой комфортности как у этой машины да кстати я вот тут полностью поддерживаю в плане того что если вы покупаете для себя или там для кого-то ищите первый автомобиль лучше выбирать все вы ну не новую ладу гранту за практически 2 миллиона если вы хотите интересный бюджетный автомобиль который вам будет дарить именно эмоции комфорт от передвижения по дорогам общего пользования лучше потратить очень много времени на поиски этого автомобиля заплатить может быть какую-то поверх рынка сумму для некоторых людей это не нужно они покупают просто новые китайцы они не хотят для некоторых это просто тупо транспорт передвижения они не хотят заморачиваться они хотят чтобы у них машина была на гарантии была новая ну да мы живем в 21 веке поэтому у каждого есть две стороны медали кто-то выбирает новые китайцы а кто-то выбирает старые автомобили которые соответственно дарит любовь их владельцам если владельцы относятся к ним также с любовью и с уважением и по всем естественно традициям напишите свое мнение насчет этого какой автомобиль вы выбрали бы новый не новый что вообще в ценовой категории этого автомобиля за 300 400 500 тысяч рублей вы бы взяли себе мы почитаем не интересно я тоже отвечу а также переходите на мой канал все ссылки будут также в описании нам и продолжаем полноценный тритрайв а еще что я могу подметить автомобиль у нас двигателем 16 мощностью 104 лошадиные силы но несмотря что у нас 104 лошадиные силы это позволяет нам нажать на газ и автомобиль с легкостью может разогнаться до первых 100 километров за достаточно короткий промежуток времени хочу дополнить то что я действительно ездил на этом автомобиле до москвы и каких-то проблем в плане что у меня затекла спина там я не знаю затекли ноги у меня такого не было то есть ты едешь в принципе по сравнению с хорошими автомобилями то есть такого класса как и бмв и mercedes и ты не ощущаешь что это корейский автомобиль под капотом у нас находится тоже интересный двигатель 1.6 то 4 лошадиные силы в совокупности с 5 ступенчатой механической коробки передач что позволяет разогнать данный автомобиль пока мы ехали в москву мы ехали стабильно где-то 150 160 километров в час в зависимости от участков дороги и мы ехали и не ощущали эту скорость и чувствовали себя очень комфортно данный автомобиль может разогнаться до 180 километров хотя на спидометре показан 220 но испытывать судьбу я думаю все же не стоит и относиться к таким скоростям нужно но аккуратно активно аккуратно потому что одно дело потому что одно дело экстремальные ощущения другое это жизнь человека и окружающих тебя людей но эта машина не для того чтобы гонять хотя на самом деле как было сказано ранее данные автомобили в первом и во втором поколении участвовали в раллийных гонках и я когда-то мне скинул ссылку на драйв я тоже очень сильно удивился что элантра когда-то было участвовала в ралли да слушайте а вы чего вы случаем не срали сегодня срали подписывайтесь на мой канал гончаров драйв все ссылки будут в описании под видео ну и соответственно чем больше подписчиков тем больше у нас мотивации работать в разных городах россии и снимать праву для вас интересный контент различные интересные автомобили как в бюджетном сегменте также и в дорогом так что всех ждем на канале гончаров драйв